Это один из наших первых проектов, в которых мы экспериментировали с большепролетными деревянными конструкциями. Почему? Потому что позволяло объем здания, позволяла смелость хозяев и их финансовую состоятельность. Потому что на тот момент, в начале 2000-х годов, клееная древесина, которая сейчас стала уже фактически в общем местном строительстве, тогда была достаточно дорогостоящей. Всегда ставил выбор принять металл или дерево. Но у дерева, как я говорил раньше, есть один большой плюс. Мы можем позволить себе конструкцию провести с улицы в дом без всякого дополнительного утепления. Что, в общем, делает конструкции достаточно изящными и плюс архитектура становится, даже не становится, а проявляется достаточно честно снаружи и изнутри. Нам не нужно принять никаких декоративных элементов, чтобы конструкция работала сама по себе, чтобы она показывала, что она что-то несет. Тем не менее, играла некоторую декоративную роль. Дом делится на три функциональные части. Это первый этаж, который выдан под общественную жизнь семьи, потому что есть гости, есть родители, есть дети. И все это происходит на первом этаже. То есть есть центральная часть, это большая гостиная, которая связана с прихожей и со всеми остальными частями. То есть с бассейном, с кухней, столовой и так далее. А личная жизнь семьи, тайная жизнь семьи, она расположена на втором этаже. Там тоже есть небольшая хитрость. В принципе, прием простой, но, как показала практика, достаточно удачный. Центральный объем гостиной, которая является двусветным, да, и самая высокая часть здания, делит его еще и по горизонтали на две части. Слева это территория детей, справа территория родителей. Все вроде бы под контролем, но, тем не менее, никто никому не мешает. И при этом в родителе есть совершенно приватная своя часть, да, куда, наверное, не попадает никто, кроме самых-самых близких членов семьи. Это спальня, это уборная, это спортзал, как ни странно, и спортзал и выход в бассейн. То есть тоже такой свой независимый блок. Собственно говоря, прием достаточно простой, но так оказалось эффективный. И практически во всех наших зданиях его можно проследить. Вот фактически это план с обменой русской усадьбы, да, который сформировался, так же, как, видимо, в свое время, там в 18-19 веке формировалась наша традиционная русская усадьба. Это дом, который позволяет семье жить фактически автономно за городом. То есть в этом комплексе есть все, что нужно для жизни семьи, не просто дом. Там действительно есть все, что нужно для того, чтобы чувствовать себя, как на корабле, по большому плаванию. Здание, как мне кажется, немного напоминает корабль по своей структуре, по внешнему виду. Ну, мне так кажется, во всяком случае. И хочется в это верить. К тому же довольно много деревянных элементов, и в отделке использовано, и в конструкциях. Поэтому вот это вот ощущение полета, которое хотелось передать, как мне кажется, здесь удалось показать. Откуда берется классическая идея, сказать не могу. Образ очень часто падает просто сверху. Ты должен его поймать и аккуратненько потом переложить на бумагу, а потом, собственно говоря, в тяжелые конструкции кирпич, бетон, металл, стекло. Вот, поэтому роль архитектора, в общем, роль проводника, поймать хорошую идею, оттуда ее забрать из облаков и посадить на зиму. Продолжение следует...